Отличительной особенностью 10-го юбилейного международного архитектурного фестиваля «Экоберег» стало расширение конкурсной программы. Перед потенциальными участниками были поставлены три творческие задачи. Одна из них посвящена созданию экологической, цельной и комфортной среды рекреационного центра города. Участникам предлагалось разработать лучший концептуальный проект регенерации и развития территории поймы и прилегающих территорий реки Свияги. Цель второго проекта – разработка лучшего эскизного решения Центра водных видов спорта в Ульяновске. Также все желающие могли принять участие в фотоконкурсе «Урован Волга», представив пейзажные и архитектурные снимки набережных реки Волги. Я, конечно, чуть только расстроился, когда заявок вроде бы было много, но ряд тяжелых ситуаций, связанных с ковидом прежде всего, не позволили все поданные заявки реализовать. Поэтому пришло то количество работ, которое пришло. По одному конкурсу 8, по другому 6. В общем, суммарно 14. Ну, неплохой результат. Первому взгляду это очень качественный проект. Это меня радует. В церемонии открытия фестиваля принял участие временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских. Ульяновск – это город с уникальным береговым пространством. Город, стоящий на берегах двух замечательных рек, текущих параллельно и при этом навсечу до уголок. Город, в котором, кроме набережной Волги, есть набережная и пойма Свияги. И с каждым годом становится все более очевидно, что набережная нуждается в устойчивом улучшении, а горожане – в повышении доступности водных объектов. Еще одной особенностью 10-го фестиваля стало то, что на него съехались именитые архитекторы из стран Содружества независимых государств – Грузии, Армении, Киргизии, Казахстана, Латвии, Белоруссии, а также Сербии и Чехии. Многие из них вошли в жюри, которая оценивала работу участников конкурсов. Организатором фестиваля по традиции стал Союз архитекторов России при поддержке правительства Ульяновской области, Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области.